Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале ЕйТиВи в студии Тимофей Львутин. Вначале коротко анонс о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высший антикоррупционный суд Украины возглавила Елена Танасевич. На собрание судей за нее отдали 23 голоса. Тайное голосование затянулось на несколько часов. Почему так тянули? С выбором? Расскажет корреспондентка ЕйТиВи Ольга Михалюк. С утра судьи антикоррупционного суда собираются на свое первое собрание. Журналисты наблюдают за заседанием через экран конференц-связи. Основная цель – избрание председателя антикоррупционного суда. Каждый из 38 судей должен отдать свой голос за коллегу. Выборы – тайным голосованием. Победитель должен набрать более половины голосов. Казалось бы, понятная процедура у судей занимает 6 часов. Победителя выбрали только после третьего голосования. Председателем антикоррупционного суда становится Елена Танасевич. Судья из Харькова. Все полномочия определены законом Украины о судоустройстве и статусе судей. Также они прописаны в законе о высшем антикоррупционном суде. Зарплата также предусмотрена законом Украины и приравнивается к ставке судей апелляционной инстанции. Немного сложно делать прогнозы на будущее. Неизвестно, какие проблемы возникнут и какие будут пути их решения. От себя могу добавить – сделаю все, что от меня зависит, для того, чтобы суд работал успешно. Антана Танасевич закончила Харьковский национальный юридический факультет имени Ярослава Мудрого. Имела опыт работы адвокатом и помощником судьи. Работала в Печенежском суде Харьковской области. Кандидат юридических наук. Во время конкурсного отбора на должность судей высшего антикоррупционного суда показала лучший результат. Ольга Михалюк, Игорь Каркадым, ЮАИ-ТВ. Объективно, независимо и непредвзято. 75 новоизбранных судей Верховного суда приняли присягу. Верховный суд Украины заработал почти в полном составе. Как проходила торжественная церемония и кто они, новые судьи, знает корреспондентка ЮАИ-ТВ Юлия Башко. В Кловском дворце здании Верховного суда звучит присяга. Судьи обещают быть независимыми, объективными и честными в свершении правосудия. Самому младшему из новоизбранных судей Верховный суд Украины 34, самому старшему 61 год. Треть из нового состава ранее не работала в судах, они занимались адвокатской и ученой деятельностью. Валентин Сердюк еще не привык к новой должности, сбивается. Теперь он не ученый, а судья касационного суда, который входит в состав Верховного. Я проходил конкурс на вакантную должность как ученый. Должность – это не сама цель. Мои научные достижения и их включение в судебную практику принесут пользу. Больше трети новоизбранных судей – женщины. Ирина Литвиненко работала в Чернигове в суде первой инстанции. Решила попробовать свои силы в конкурсе. Много заняла времени подготовка. Не было отпуска, возможности взять за свой счет, так как много было текущих дел назначено. По вечерам и по выходным училась. Это уже второй, пока последний набор судей – Верховный суд Украины. Так же, как и в первый раз, конкурс длился несколько месяцев. Из 600 кандидатов высшей квалификационной комиссии были выбраны 78. Позже Высшая Рада правосудия рекомендовала только 75 кандидатов. Мы считаем, что это очень мощный состав Верховного суда – те, кто победили в первом и втором конкурсах. Среди них много тех, кто был адвокатом, юристом-ученым. Они принесут цивилизованные изменения. Новый Верховный суд Украины начал свою работу в декабре 2017 года. С тех пор он рассмотрел более 120 тысяч судебных дел. Однако состав высшей инстанции все это время был неполным. Работали всего 118 судей, при необходимых 200. С сегодняшнего дня Верховный суд Украины будет работать практически в полном составе. С сегодняшнего дня нас 193. Цифра, казалось бы, большая, но работы еще больше. Президент Украины Петр Порошенко назвал Верховный суд образцом судебной реформы в Украине. Он надеется, что команда следующего президента продолжит курс на изменения. На очереди завершения конкурса в высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Завершение квалификационной оценки судей первой инстанции и отбор новых судей первой и второй инстанции. По прогнозам, эти процедуры должны завершиться через полтора года. Уже в ближайшее время новоизбранные судьи Верховного суда приступят к работе. Юлия Башко, Евгений Савицкий, ЮЭТВ. Национальную гвардию Украины возглавил Николай Балан. Пока он будет исполняющим обязанности командующего НГУ, соответствующую кассу назначения подписал президент Украины Петр Порошенко. Ранее глава государства уволил с должности командующего нацгвардии Юрия Алерова. Один украинский военный погиб, двое ранены на Донбассе. Российские боевики открывали огонь 13 раз. В районе Новозвановки и Попасной применили тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями. У Авдеевки российские наемники стреляли из минометов калибра 120 мм, а у Водянова из минометов калибра 82 мм. Обстреливали украинские позиции возле Гнутова, Новоселовки 2, Богдановки и Пивденова, а также Станицы Луганской. Делегация военных из стран НАТО посетила Центр подготовки сержантского состава военно-воздушных сил Украины. Представители США, Канады, Великобритании, Словении приехали, чтобы обменяться опытом обучения сержантов с украинскими коллегами. Сержантский корпус в Украине реформируется с 2005 года. В системе профессиональной армии сержанты теперь могут руководить солдатами на всех уровнях. С начала российской агрессии на Донбассе обучение проходит по стандартам НАТО. Украинские военные тоже делятся опытом с иностранными коллегами. Большинство из них имеет боевой опыт. НАТО поддерживает суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность. Мы поддерживаем Украину на пути реформ. Союзники НАТО выделяют почти 40 миллионов евро в качестве поддержки Украины для военного управления, киберзащиты и медицинской реабилитации. Чем характерна новая система? Во-первых, сержантская должность характерна на всех уровнях управления, начиная с отделения, где сержант непосредственно работает с личным составом, солдатами и обеспечивает выполнение задач. Мемориальную доску украинскому киборгу Игорю Броновицкому открыли в Киевском лицее. Киборгами украинцы прозвали тех отчаянных героев, которые до последнего удерживали Донецкий аэропорт. Игорь был одним из них. В школе, где он учился, собрались все, кто знал Игоря лично и кто пришел почтить память героя. Подробнее расскажет корреспондент ЮЭТВ Артем Голуб. Родители, друзья, одноклассники, все, кто знал Игоря Броновицкого, собрались в лицее номер 171. Памятная доска в честь героя теперь будет напоминать каждому, кто проходит мимо о его героизме. Но здесь вспоминают, каким Игорь был, когда учился в школе. Он был таким же обычным парнем, как и большинство присутствующих здесь. Бывало и такое, что он попадал в кабинет директора. Я вызывал к себе его маму. Но после всего, что случилось, стало ясно. Простые парни из народов в тяжелые минуты забывают о развлечениях, что они были хулиганами, что, возможно, не всегда были хорошими учениками. Они защищают нас своей грудью и своими поступками. Школьник, потом студент, а позже миротворец ООН в Анголе. О том, что военный опыт международной операции пригодится на родине, Игорь и не мог предположить. Когда началась революция достоинства, он стал активным ее участником. А летом 2014-го, без лишних раздумий, не сказав ни слова родителям, ушел добровольно воевать с российским агрессором на Донбассе. Будучи на войне, Игорь говорил близким, что находится далеко от боевых действий. А на самом деле был в одной из самых горячих точек. Оборонял Донецкий аэропорт. В январе 2015-го вынес из окруженного российскими боевиками аэропорта двух раненых бойцов. Но в тылу не остался, а вернулся на поле боя. Во время обороны получил контузию и попал в плен к террористам. На видео боевиков Игорь без страха смотрит в глаза Михаила Толстых, также известному как Гиви. На следующий день после плена боевик Арсен Павлов с позывным Моторола лично расстрелял Брановицкого и еще нескольких украинских военных. Боевые товарищи Игоря восхищаются его героизмом и стойкостью. Враг очень не любит таких героев, которые без страха смотрят ему в глаза. Игорь своим поступком показал, что украинские вооруженные силы имеют огромный боевой дух и являются одними из лучших в мире. Сослуживцы и друзья надеются, что поступки и героизм Игоря станут хорошим примером для будущих поколений. Артем Голуб, Дмитрий Борщ, UATV Память украинцев, погибших во время Второй мировой, почтили во Франции. Об этом в Фейсбуке сообщает посольство Украины во Франции. Памятные мероприятия прошли в рамках празднования 74-й годовщины победы над нацизмом в Европе и Дня памяти и примирения. Участие приняли посол Украины во Франции Олег Шамшур, дипломаты, представители украинских и французских общественных организаций. А в городе Энен-Бамон почтили память украинца Василия Порика. Во Франции его считают героем движения сопротивления во время Второй мировой войны. Украинские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов возвращаются домой. Об этом сообщила уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова в Фейсбуке. Украинцы уже пересекли контрольный пункт Чангар в Херсонской области на админгранице с оккупированным полуостровом. Руслана Кондратюка и Андрея Морозова задержали пограничники ФСБ на крымском берегу озера Сиваш в сентябре прошлого года. Рыбаков обвинили в незаконном пересечении границы. Крымский активист Нариман Мемедиминов останется за решеткой до 15 июня. Решение принял под контрольный Кремлю Верховный суд на оккупированном полуострове, сообщает Крымская Солидарность. Сегодня Нариману исполнилось 36 лет. Российские силовики арестовали крымчанина 22 марта прошлого года. Провели обыск в его доме, а потом и везли в управление ФСБ в Симферополе. Мемедиминова обвиняют в террористической деятельности. Двух журналистов агентства Reuters освободили в Мьянме. В тюрьме они провели полтора года за получение якобы секретной информации. Почему власти Мьянмы решили помиловать журналистов, расскажет Вадим Гринько. Впервые за полтора года они дома. Подолгу обнимают родных и детей. Журналистов агентства Reuters, Wallona и Chaos OO выпустили на свободу после 17 месяцев заключения по президентской амнистии. Их освобождение добивались ООН, Евросоюз, мировые СМИ и крупные правозащитные организации. И в самой тюрьме, и во всем мире люди боролись за наше освобождение. Я хотел бы поблагодарить их всех за все, что они сделали для нас. Я просто счастлив увидеть наконец-то родных и коллег. Мне уже не терпится вернуться к работе. Я очень счастлив увидеть свою семью. Думаю, сегодня все вместе мы сходим в кинотеатр. Журналистов задержали в Мьянме в декабре 2017-го. Тогда они работали над материалами о гонениях на мусульман Рахинджа. У них нашли два военных отчета и карту поселения, в котором силовики проводили операцию против Рахинджа. Это позволило суду обвинить корреспондентов в шпионаже и разглашении гостайны. Сами журналисты своей вины не признали. Утверждали, документы получили от полицейских в одном из местных ресторанов. Вскоре после встречи с правоохранителями журналистов арестовали. В 2018-м суд в Мьянме приговорил их к семи годам тюрьмы. Их отправили в тюрьму всего лишь за то, что они делали свою работу. Это сигнал для других журналистов в Мьянме. Если вы переходите дорогу правительству и военным, они превратят вашу жизнь в ад. Суду не нужны доказательства, чтобы найти нарушения в ваших действиях. Приговор журналистам правозащитники назвали посягательством на свободу прессы. Волон и Кяо Сюо неоднократно писали о массовых репрессиях этнической группы Рахинджа в Мьянме. Властью страны считают их нелегальными мигрантами и притесняют. За расследование в марте этого года журналистов наградили Пуллицеровской премией. Вадим Гринько, UITV. Плохие погодные условия и ошибка пилотов – основные версии причин авиакатастрофы в Шереметьево. Специалисты уже расшифровали первые данные из черных ящиков сгоревшего самолета. Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Официального подтверждения пока нет. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» летел из Москвы в Мурманск 5 мая. Незадолго после взлета лайнер совершил аварийную посадку в Шереметьево и загорелся. На борту находились 78 человек. Из них выжили только 37 пассажиров. Среди пострадавших – гражданка Украины. Ее состояние тяжелое, сообщили в украинском МИД. Папа Франциск впервые приехал в Северную Македонию. В Скопье он прибыл в рамках трехдневного визита в балканские страны. Понтифик уже успел пообщаться с руководством страны. Его встретили президент и премьер-министр. Папа Римский возложил цветы и помолился у мемориала матери Терезы. А также провел торжественную мессу на площади Македонии. Послушать ее пришли тысячи местных верующих и паломников. Сдай кровь, спаси жизнь. Около полусотни доноров в столичной больнице Ахмадет сдали кровь для детей, пострадавших в ДТП. Акцию провели в рамках глобальной недели безопасности дорожного движения. Репортаж корреспондентки ЕАИ-ТВ Анны Романовской. В центр сдачи крови Екатерина пришла за два часа до открытия вместе с сыном. В очереди она седьмая. За пару лет работы в патрульной полиции девушка не понаслышке знает, насколько важна такая помощь. Мне просто хочется помочь. Если я смогу кому-то помочь, хотя бы сдавши кровь, я буду безумно этому рада. Девушка становится донором уже в третий раз. В больницу приходит каждые полгода. Иногда сама, но в этот раз с коллегами. У нас есть свой чат «Донор Киев». И туда периодически скидывают всякую информацию про когда, где собирают кровь. Сбор крови в детской больнице приурочили к глобальной неделе безопасности на дорогах в Украине. Доноры здесь нужны ежедневно. В нашей больнице лечится много детей, которым нужно переливание компонентов крови. Это разные категории наших пациентов, начиная с онкобольных и заканчивая детьми, которым нужно срочное хирургическое вмешательство. Чтобы заполнить анкеты и сдать все анализы, Екатерине понадобилось полтора часа. Проверку девушка прошла успешно. Берем дозу 450 мл. Это стандартная доза. Процедура проходит в течение 15 минут. Ощущение, как было и до сдачи крови. Ни голова не кружится, все хорошо, настроение приподнятое. Все супер. На то, чтобы сдать кровь, Екатерина потратила три часа. Остаток дня она планирует провести с семьей. Всем донорам государство предоставляет дополнительный выходной. Екатерина уже решила, что добавит его к отпуску. Анна Романовская, Сергей Савчук, UATV Альберт или Джордж? Великобритания гадает, как назовут первенца принца Гарри и Меган Маркл. До рождения малыша многие были уверены, если родится девочка, ее назовут Дианой в честь мамы Гарри. Однако теперь среди фаворитов Александр, Джеймс и Артур, говорят букмекеры. В Букингемском дворце имя пока не называют, но еще в понедельник принц Гарри пообещал представить младенца миру в течение двух дней. Я не уверен, каким будет имя, но предлагаю Дэйви. Это хорошее имя. Думаю, им нужно назвать его Гильермо. По-английски это Уильям. Имя его дяди. Думаю, они будут выбирать между традиционным вариантом и американским. Например, Престон. Возможно, Артур. Это имя, которое называют все, да? Да, Артур. Песчаная буря накрыла штат Виктория в Австралии. Жилые районы на 20 минут погрузились в темноту. Порывы ветра достигали почти 90 км в час. Из-за стены песка и пыли на дорогах была плохая видимость. Но, к счастью, обошлось без аварий. Метеорологи прогнозируют на юго-востоке страны сильный ветер, ливни, а в некоторых районах снег. А украинские Карпаты уже засыпала снегом. Неожиданная зима в мае пришла в Верховинский район Ивано-Франковской области. Украинские синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в западных областях Украины. Дожди с мокрым снегом и сильный ветер. В течение суток возможны заморозки до минус 3 градусов. По всей стране Укргидромедцентр объявил штормовое предупреждение. Эта и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас все. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok